Всем привет, с вами Дэн. Сегодня впервые, прям эксклюзив. Спасибо Кириллу за то, что он дал эти часы, потому что я очень давно хотел их вам показать и самому, собственно, в руках подержать. Курону Токио это, знаете ли, побочный проект одного из самых известных часовщиков Японии Хадзиме Асаока. В 2005 году Хадзиме официально начал производить высококачественные наручные часы, а всего 4 года спустя представил свои первые часы с турбионом. Флагманские модели Асаока создаются и собираются исключительно вручную, и подобный такой вот индивидуальный подход, конечно же, гарантирует высокую цену. А в дочерней компании Курона Токио, про которую мы сегодня с вами и поговорим, часы производятся промышленным способом с использованием калибров Миота. Ну, как вы понимаете, надежных, но при этом достаточно недорогих. И такое сочетание, такая ситуация позволяет Хадзиме Асаока предлагать часы людям, которые финансово не могут позволить себе ручную отделку из его базового ателье. Впрочем, даже эти модели не скатываются на примитивный уровень массового продукта. Они также выпускаются сравнительно с кромными тиражами и очень быстро раскупаются. Если только их объявляют, их уже нет в продаже. Коллекционеры просто гоняются за Курона Токио, и поэтому эта модель сегодня просто максимально для меня интересна. При том, что на вторичном рынке отдельные экземпляры Курона Токио нередко стоят дороже, причем сразу же, да, сразу же стоят дороже, чем их первоначальная стоимость. Они могут превышать ритейл в четыре раза. Итак, давайте открывать. Вот в таком вот примерно формате эта коробочка приходит покупателю. Открываем, и здесь, конечно же, все такое, ну, прям максимально, да, максимально японское. Таинственно непонятное для тех, кто не особо знаком с их философией и подходом, кстати говоря, к упаковке. Вот у нас здесь есть конвертик, например. Давайте посмотрим, чего там внутри. Значит, о, интересно. В конвертике изображение тех часов, про которые мы с вами поговорим. Здесь серийный номер, карточка, ну, приятно сделано. Ладно. Дальше. Как любят японцы, вот эти вот всякие вот эти вот их фишечки, да, бумажка какая-нибудь обязательно специально с каких-нибудь, там, не знаю, деревьев особенных, гор, девственниц и так далее. Здесь, значит, вот какой-то платочек. Я сразу извиняюсь, потому что, ну, вот, честно говоря, не могу вам точно сказать, что конкретно вот все это обозначает. Почему здесь вот такой вот, да, какой-то платочек-косынка, не знаю, с чем это связано. Зато вот здесь вот есть такая туба. Вот такая туба. Тоже фирменная, Курона, Токио, Бункаио, тут уже Токио. И здесь, вы представляете, чего здесь внутри? Офигеть. Опа. Обалдеть. Чертеж. Чертеж этих самых часов. Да? Какая прелесть на самом деле. Вот кто любит всякие фишечки, всякие вот такие вот. Ай. Моменты. Мне кажется, настолько это все прикольно и приятно для коллекции, для истории, для какого-то интереса, для какого-то детского восторга. А ведь на самом деле в нашем с вами современном-то мире наручные часы, да еще и механические, ну, согласитесь, это в некотором роде, в некотором роде такая игрушка. Игрушка. Еще один. И здесь я точно не могу гарантировать, что оно именно вот примерно так лежало, потому что как оно лежало, наверное, уже и не положить. Ну, в общем, примерно так это все изначально выглядело, когда вы заказываете часы Курона Токио. И теперь мы с вами все, так сказать, лишнее убираем. И давайте проговорим про модель. Модель называется Хронограф 1 MK2, да, Mark II. То есть, Хронограф, который они уже выпускают во втором варианте. Что касается характеристик. Значит, здесь механизм с автоподзаводом. Внутри стоит калибр NE86. 34 камня, 28800 полуколебаний в час. Запас хода примерно 45 часов. Это механизм от Seiko. Ну, следующее развитие 6S калибр, да, его их премиального, который состоит из 311 частей в этом механизме с колонным колесом. И дальше у них вот уже следующее, что вышло, это был калибр NE86. Он как раз в этом, в этих часах находится. Далее, значит, у нас несколько сотен ограниченное производство этой модели. То есть, она лимитированная. И что касается цены, то это 483 тысячи японских йен, что составляет примерно 3,5 тысячи долларов. Далее, кожаный ремешок, стальной корпус из стали 316L. Эти часы доставлялись покупателям примерно с Рождества, ну, католического, естественно, Рождества 22-го года до начала февраля 23-го года. Полностью распроданы. Купить сейчас невозможно. И подход такой у Corona Tokyo, что если что-то вышло, что-то распродано, то дальше оно не производится как минимум в том же формате, в том же виде, в том же дизайне, как предыдущая модель. То есть, вот с таким же циферблатом уже не приобрести будет в будущем. А водозащита здесь 3 атмосферы или 30 метров. То есть, руки помыть, вот. Ну, я не думаю, что покупатели Corona Tokyo задумываются о чем-то более серьезном, потому что явно это не часы для бассейна или для спорт. Стекло здесь сапфировое, купольное. И, пожалуй, на характеристиках мы с вами закончили. Давайте теперь поговорим про философию. Ну, естественно, японцы не были бы японцами, если бы не придумали какие-то особенные названия цветам. То есть, это не просто здесь, скажем так, оттенок коричневого. Нет. Естественно, создатель часов говорит о том, что он каждый раз, когда выбирает оттенки для своих циферблатов, он основывается на традиционных японских оттенках цветов. И в данном случае это какишибу иру. Иру это цвет как раз, да. И что такое какишибу? Это сок, фруктовый сок, который японцы используют в том числе для картин, для рисования. Похоже на лосось в плане того, в плане оттенка, но немножко больше такой лосось с коричневыми тонами, с коричневыми нюансами. На самом деле, да. Я бы не сказал, что здесь вообще, в принципе, какой-то лосось. Это просто вот такой коричневый оттенок, такая коричнево-черная панда, да, с двумя субциферблатами, отметки 3 часа и отметки 9 часов. У нас секундная стрелка как раз идет у отметки 3 часа и хронограф, секундная стрелка хронографа, она центральная, часовая, минутная стрелки черного цвета. Плохая вычитаемость, но зато насколько красиво сочетаются эти цвета, да. Вот этот вот коричнево-лососевый и черный цвета, это просто невероятно. Очень красиво, очень красиво, очень сдержанно. Немножечко разбавляет циферблат вот эти такие серебристые стальные оттенки, часовые метки и, собственно, все. Красота и сдержанность, да. Стрелки листья, опять же, в стиле хронографов 50-х и 60-х годов. И очень много всего у Курона от хронографов тех времен, ну, и во всей линейке, которую они производят сейчас. Плюс такие классические традиционные японские стрелы. Вот самая такая красивая, наверное, здесь у отметки 9 часов. Важно, что вот это Mark II, да, корпус уже второй генерации. Здесь Асаока решил, что не хочет вот эти ограничения какие-то некие, да, по толщине корпуса. И действительно, корпус здесь достаточно узкий, несмотря на то, что это хронограф. В общем, взяли они технику 30-х годов, когда толщина корпуса задавалась скорее вот тем, как они могли работать с циферблатом. Потому что здесь корпус сделали тоньше, он сделан из трех частей. И попытались визуально сократить вот это вот расстояние между верхней частью ранта и нижней частью корпуса. Действительно, корпус для хронографа, ну, достаточно невысокий. И давайте посмотрим. Давайте посмотрим, чего у нас тут в итоге получается. Диаметр 38, высота с учетом купольного стекла 13,8. Если мы возьмем без стекла, то 12. Это механизм с автоподзаводом, нужно обязательно учитывать. 20 по ремешку. И от ушка до ушка 46 с небольшим. Ну, действительно, размеры максимально такие, знаете, классические, винтажные, небольшие часы. На моем запястье 18,5 сантиметров в обхвате. Все выглядит вот примерно таким образом. Слушайте, ну, такое, знаете, невероятное, конечно, сочетание цветов. Очень красиво. Ну, такие часы, конечно же, только для поклонников. Потому что 3,5 тысяч долларов, да, как мы с вами разобрались. Это вы должны быть фанатом, во-первых. И это, конечно же, ни первые, ни вторые, ни третьи. Наверное, даже не пятые ваши часы. Это для оценителя. Как я уже говорил, с читаемостью здесь, конечно же, определенные проблемы. Потому что у нас два субциферблата черного цвета. Черные стрелки с зеркальной полировкой. И, ну, стрелки не читаются, когда они попадают как раз на вот эти вот секторы субциферблатов. Да, красиво, но, конечно же, не функционально. Ну, если для вас важна читаемость, то, наверное, это не ваш выбор. Либо можно посмотреть другие модели от Corona Tokyo. Ну, или, как они еще предпочитают называться, Bunkai Tokyo. Корпус как бы выглядит, как будто бы он многообъемный. И здесь очень интересная деталь, что у нас вот этот вот рант, он вогнут вовнутрь. Это добавляет такое интересное здесь новое измерение, когда немножко преломляет свет и по-необычному выглядит рант. Хотя, в принципе, не только японцы делают вот подобный дизайн. Он, в принципе, характерен для современных хронографов в винтажном стиле, когда хотят немножечко, может быть, поиграть с высотой корпуса, сделать его чуть-чуть менее высоким. Здесь у нас, кстати, и боковая часть, и рант, и нижняя часть, все сатинирование, кроме задней крышки, которая с таким... точнее, зеркальная полировка, кроме задней крышки, где сатинирование достаточно просто уже сделано. Дизайн Хаджиме Асаока как раз написано, да? И вот основные характеристики здесь также Куроно Бункао Токио. Ну, в общем, сложное название. И по ремешку нет системы быстрой замены ремешка. Немножечко жаль, хотелось бы это увидеть. Все-таки не самые дешевые часы. Очень приятный, между тем, ремешок. Он чуть толстый, чуть как бы утолщается в месте, где он крепится к кушкам. А дальше он идет максимально такой тонкий и сужается к застежке. Очень приятный, классный, матовый, как раз хорошо подходит к такому сдержанному циферблату. Застежка максимально простая, здесь нет даже логотипа. Знаете, в каких-то моментах чувствуется, что создатели все-таки экономили, да? На механизме, естественно, на ремешке, на системе быстрой замены, на задней крышке. Вот эти вот моменты здесь определенная экономия и есть. Но что вы хотите? Вы покупаете часы от Гуру Часостроения, при том, что они стоят, ну, собственно, как обычные какие-то среднего ценового сегмента швейцарские часы. Опять же, возвращаясь к своему тезису о том, что, безусловно, эти часы и эта марка, ну, далеко не для всех. Давайте посмотрим на циферблат. Здесь у нас имеется разметка. Тахиметрическая шкала. Субциферблаты чуть утоплены. И край, такие боковые грани субциферблатов имеют зеркальную полировку серебристую. И при определенном освещении, да, мне кажется, здесь немножко не хватает внутреннего антиблика. Ну, короче говоря, когда освещение чуть меняется, то стрелки становятся ближе к зеркальным. И тогда они более-менее начинают быть такими читабельными. Окошко даты выражено тоже здесь обрамлением таким, да, зеркальным. Но она достаточно глубокая и тоже достаточно плохо читается. Причем небольшой у меня вопрос все-таки возникает. У нас все здесь округлое такое. И стрелки округлые, и метки округлые. А вот окошко даты почему-то квадратное. Ну, возможно, решили, что так будет максимально идеально. Я бы предпочел, вот честно говоря, я бы предпочел, чтобы тут вообще даты не было. Было бы здорово. Ну, ладно. Это мое мнение. Давайте запустим Хрон. Что касается веса, то меньше чем 80 грамм – это часы, которые можно носить на каждый день. И, конечно, хотелось бы обратить внимание, какая здесь классная боковая полировка по корпусу. При том, что корпус не рубленный, не с прямыми гранями, как, например, у Гранд Сейка. Но при этом все равно он просто классно-классно зеркалит, например, вот этот вот текст сейчас на вот этом буклете. Да, оттенок, конечно, очень красивый. И фактура по циферблату тоже мне прям нравится. Хотя определенные пылинки на цифре я тоже наблюдаю. Манежи красивые. Невероятно. Такие глубокие, с отличной печати. Ну, полировка, как мы с вами уже разобрались здесь, на высочайшем уровне. Ну, а задняя крышка такой эконом. Или, скажем так, сдержанный вариант. Вот. Что по итогам я, в принципе, уже, наверное, все сказал. Реально классные часы для фанатов японского часостроения, для фанатов японской философии, архитектуры строения часов, если хотите, дизайна, подборки цветов. И, наверное, немножечко-немножечко для японского вот этого мировоззрения и мироощущения, когда не обязательно часы должны быть идеальными. Главное, чтобы они добавляли вам какого-то душевного спокойствия и равновесия. Я здесь, собственно, про то, что, например, они практически нечитабельны. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.